Не успели победить снег, как новая напасть – гололед. После нескольких недель оттепели, сказались морозы. По всему городу протянулись ледовые дорожки, по которым людям приходится не ходить, а в буквальном смысле скользить на работу. В управляющих компаниях удивляются, как же так, мы ведь каждый день отправляем по 30 дворников на один двор. У нас ежедневно посыпаем соленопечатной смесью, по необходимости нам привозят песочек, и мы сыпем ежедневно с утра, чтобы не было скользко. У нас вообще-то так везде асфальт, но где необходимо, на дороге, там где наледи, мы везде посыпаем. Большинство пешеходных зон и улиц Самары, конечно, посыпаны песко-соляной смесью, и лед с них сколот. Но все же еще остались такие, скажем, установки общественного транспорта, с которых до работы можно добраться разве что на коньках. Волшебная сила телевидения – фраза не пустая. В этом мы смогли убедиться уже буквально через 10 минут после начала съемок этого сюжета. На остановку, где работала наша съемочная группа, оперативно прибыли аж четверо дворников с лопатами. Нас направили сюда, чтобы вот набивать, почистить остановку. Вот и все. Ну, то есть буквально, да, там несколько минут назад вам звонили, сказали сюда ехать. Да, да, да. Одной проблемой, то бишь ледовой дорожкой, меньше радуются самарцы. Но радоваться рано. В городе еще множество мест, где можно не только проехаться на коньках, но даже получить тяжелые травмы. Тротуар, сквозь него съездил. Он вроде ничейный, между машинами, так перехода нет у них. Пробегал, поскользнул, снова сломал. Ну, на остановках бывает на тротуарах немножко. В некоторых местах. В Маломосковской вот улице. Ну, во дворах, около подъездах тоже не всех. Молодой вроде так, мудряюсь. А стариков, конечно, жалко. Петалаги падают. В ожидании коммунального блага в лице дворников приходится решать проблему гололеда собственными силами. Можно приклеить пластырь на подошвы или натереть обувь воском. Только вот народные методы помогают ненадолго. Но, как говорится, инновации нам в помощь. В аптеках можно приобрести специальные резиновые ледоходы. Фармацевты, говорят, наибольшей популярностью они пользуются у пожилых людей. Это съемные резиновые подошвы с остальными шипами. Для ходьбы в гололед. Очень удобное приспособление. Особенно для пожилых людей, пенсионеров. Люди не скользят, чувствуют себя уверены при ходьбе. Недорогие. Увидев положительную реакцию коммунальщиков на наш приезд, мы решили не останавливаться на достигнутом. И уже в ближайшее время проверим своими коньками лед на прочность на других несанкционированных катках Самары. Марьяна Мирна, Алексей Золотенков, Павел Пресняков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова